Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и у нас сегодня небольшой обзорчик на игрушку под названием Primal Carnage Extinction. Спасибо огромное подписчику Дриониксу за такой милый подарок. Ну, короче, что она себя представляет? Я тут немножко погамал. Это многопользовательская игра, которая была выпущена для ПК и PlayStation 4. Здесь представлены сражения между людьми и динозаврами. Игроки выбирают, за какую команду играть, и в каждой команде есть набор персонажей, так скажем, разделённых на различные классы. Ну, собственно, кто сталкивался с этой игрушкой, тот молодец, кто нет, тот сегодня посмотрит впервые. Свои мысли я потом скажу, или бы сейчас, короче, расскажу. Если я не ошибаюсь, игрушка имеет уже давний такой свой этап развития, да, 2015 год, может быть, чуть попозже. Ну, где-то так, по-моему, я читал, особо не вдавался в подробности. Ну, короче, погнали. Я, как сказал, маленько погамал. Так, посмотрим опции. Здесь различные функции есть, их очень много интересных функций. Короче, игрушка полностью на английском языке, русификатора нету. Ну, может, он где-то есть, не знаю, завалялся там на полках интернета, не знаю. Так, здесь есть режим соло, есть режим мультиплеер, да, посмотрим мультиплеер, мультиплеер, сразу говорю. Короче, он здесь мертвый. Здесь вообще нету игроков, и если вы соберетесь вдруг купить, приобрести эту игру в Стиме, либо на Торетто где-то скачаете, какой-нибудь кряк установите, чтобы поиграть, то тут чисто с друзьями, чисто с друзьями такой, либо ПВП, ПВЕ какой-нибудь устроить. Ну, не знаю, вот, смотрите, официал Open Testing, он мертвый. Вот, кооперативчик можете создать, да. Так, как вернуться назад, Showful, так, Competitive, Host Games, да нахрен назад вернись. Вот, все, соло, отлично, вот есть соло. Вот, соло можно рассмотреть, как я и говорил, тип выживших и тип динозавров. То есть, ну, давайте посмотрим, поиграем за динозавров. Различные карты, различные локации. И знаете, что примечательное? Сразу говорю, ну, вот, значок Phoenix, Phoenix, да, кто смотрит на канале сериал, сериал под названием Apollo Engineering Evrima, тот в курсе, короче, что это за Phoenix. Короче, стартуем, да, что мы там выбрали, я совсем забыл. Выживший, старт гейм, да. Phoenix, Phoenix, это прямиком из The Isle. Так, Change Class, ready? А чё она дергается, как ненормально? Что у неё, она? Кажется, кто-то, по-моему, у нас, простите, я прям выражусь, грубо выражусь, кто-то с Бадунищи, по-моему. Смотрите, у неё руки трясутся. Надо меньше пить, больше закусывать, простите, Change Class. Так, у нас есть какая-то команда, определённые навыки, урон, скрытность и всё прочее. Учёный, учёный снайпер, подфайндер, штурмовик какой-то. Это у нас огнемётчик, пироманьяк, интересный трэпер. Это у нас, я не знаю кто, короче, возьмём команда. Да, нажмём Ready, нажмём Ready, и мы начинаем, мы стартуем. То есть, собственно, это соло, здесь мы будем сражаться чисто с ботами. Так вот, о чём я? Тут Феникс, команда Феникс и Apollo Engineering и The Isle. Как всё это нахрен связано между собой? Дело в том, что вот многие в комментариях мне пишут под роликами с новостями, или ещё где-то, когда я начинаю обсуждать людей в игре, будущие в Риме, да? Что-то это похоже на Primal Carnage. Так, ребят, Донди принимал участие в этой разработке игры. Да, в разработке этой игры, вот так. Так, напоминает мне всё это, знаете чё? Alien vs Predator. Кто играл, да? Молодец. То же самое. Только скажу так, что Varian vs Predator до сих пор есть, хоть минимальный, но есть онлайн. Ёпта, это чё, бля? Нихера себе. Это Вилуф... А, Вилуцераптор меня атакует, да ну махер? Плюс 150 очков, а на что я должен это тратить? 125 баксов, шестой ранг. Нахер. Пошёл в жопу. Чё у нас ещё есть? А, гранатомёт. Подстволь, под подствольный гранатомёт. Бля, перезаряжается быстрей. Графически... Графически выполнено со вкусом, честно. Задумка неплохая. Задумка неплохая, честно. Может быть, я, конечно, настолько нуб или рак, как многие любят выражаться в играх, но... Я ни черта не понимаю, почему здесь нет онлайна. В принципе, в принципе, можно было бы поиграть. Чё же нет? Так. Мы можем куда-то зайти, куда-то... А-а-а, здесь... Ха, понятно. Это типа, короче, как... Знаете, когда вы прошли сюжетку Call of Duty? Есть режимы зомби там и всё прочее, да? Вы должны зарабатывать очки, бабки и потом открывать различные локации, чтобы там прятаться. Так, а чё, где у нас? У нас ещё один велоцираптор, да? Кроме велоцираптора у нас никто не будет атаковать. Это первая волна. Это первая волна. Так. Ну, это было очень-очень-очень просто, очень просто. Чё у нас по оружию? У нас ещё... Ёпта, это что за... Бля, что за деревянный пистолет? Не, ну вот этот... Это М16, наверное, да? Чё-то в этом роде. Ну, это не четвёрка, это 16-й М-ка, наверное. Более так действительно прорисовано. Так, от первого лица... О, да ладно, он ещё и говорит. От первого лица мы играть не можем. Блин, ну, по ВП-шечку, конечно, либо по ВЕ-шечку, я бы... Так, с друзьями чисто бы почилил бы, можно было бы. Но было бы круче, если бы народу было бы больше. Было бы больше народу. Но народ здесь не сидит он. Он вообще не играет, он не хочет играть в неё. Донди, походу, забросил свой проект. Второстепенный, да? Когда-то, наверное, сделал на нём деньги, я так понимаю. Модельки некоторые перенёс. Из Праймал Карнейдж, из Ислы, из Ислы в Праймал Карнейдж, короче говоря. Велосераптор. Это не Ютораптор, однозначно. Бля, если вы так будете просто идти спокойно ко мне, ребят... Я набью себе просто сумасшедший сотый, наверное, левел. Что-то они даже не агры какие-то. Боты, боты туповатые. Просто вот... Стоять, знаете, можно семечки грызть сейчас, короче. Такой бац. До свидания. Нету чувака. Ну, конечно, когда ты играешь с людьми, с людьми, наверное, когда ты играл с людьми, или можно как-то играть с людьми, не знаю. Там хардкор. Там у каждого свой скилл, естественно. Бац, бац, нету. Ну-ка, чё этот ствол может? Дезерд Игл. Найс, у него просто башка к херам отлетела. Да, это не сражение с ксеноморфами. Хотя ксеноморфы, на мой взгляд, они... Они даже, на мой взгляд, куда умнее, чем вот эти твари, которые здесь есть. Так, ну и... Первый ранг. Это всё первая волна или вторая волна? Я вообще не вкурю никак. Чё здесь есть? А есть какая-нибудь прокачка? Так, кастомизейшн. Ладно. Не будем смотреть. То всё поломаем. Не, прокачка перца по-любому однозначно должна быть. Это 100%. Не, ну как-то, как-то всё вяло. Как-то вяло прям, я не знаю. Они даже... Не хотят меня сожрать. И чё? Ау! А кто атаковать-то меня, кто будет? Нет? И чё, на этом всё закончилось? Я ждал какого-нибудь Рекса, который там, вы знаете, там, на второй ранг, на второй уровень, вернее, переходишь там. Корнотавры атакуют. Потом раз, там, третий уровень. Рексы какие-нибудь. А, вон там, типа, вон там у нас чувачок застрял, надо его прикончить, а потом уже тогда, походу, мы перейдём на новый уровень. Ага, идёт, 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 идёт. Ну, давай. Ну, давай, скотина, иди сюда. До свидания. Так. Моделька, моделька велоцераптора однозначно с Ислы, но увеличена, увеличена раза в три, так сказать. Ну, не знаю, сравнивать и в Риму с Праймал Карнейдж. Конечно, насколько я старые видосы смотрел, где были люди с оружием и всё прочее, в старой Исле, есть сходства. Но в новое время, мне кажется, такого однозначно не будет. Так. Ну. Я жду атаку более крупных существ. А чё за остров, чё вообще, я не понимаю, где я нахожусь, но и это уже, собственно, неважно, наверное. Может, выбрать другую карту? Короче, ну его нахер. Дай-ка я выйду отсюда. Все вот эти старые зарисовочки, да, более знакомые, я встречал их в интернете. Так, соло. Соло, выжившие. Так, динозавров можно, в принципе, посмотреть тоже. Давай вот эту карту глянем, да. Какие-то доки, порты или что это. А, кстати, видели вот тот большой громадный, громадное здание, да, как будто купол какой-то. Change class. Так, учёный снайпер, подфайнер, давай. Как будто купол из Ивримы. Так, в нашем... Чё у нас в нашем наличии? Так, этот ствол, этот дробовик. Ну, конечно, немного упор, то оружие как-то выглядит. Честно. Ладно. Команда Apollo Engineering и Phoenix. Прибыли на остров Ислы Спиро. Ну, что-то пошло не по плану. Контейнеры, контейнеры. Мне однозначно это напоминает, это... Карту, карту, короче, Ислы Спиро. Там тоже были разбросаны контейнеры различные, да. О, ёпта! Ничего себе! Да ладно, они ещё кислотой плются! Бля, вот тут вот по жести уже. Вот тут по жести, кстати. Нихера себе. Вот тут уже прям жёстко, жёстко, жёстко. Аптечка. Тут есть аптечка, замечательно. Хауэм. То есть, короче, походу, я не знаю, в чём причина, но тут, наверное, может быть, зависит всё от карты. Ой, бля! Ух ты, ёпта! Это карнатабр! Нихера себе! А чё так жёстко-то сразу? Етить-мадрить! Нихера себе! И это на первом уровне. Всего лишь на первом уровне этой карты. Блин, вот это жопа. Я аж даже труханул, честно. Я очканул. Ладно. Ну-ка, подожди. Я хочу матч-реванш взять, однозначно. Матч-реванш соло. Так, где у нас эта карта? Вот она, да. Я не того челика выбрал. Так, я выбираю выживших. Сейчас подожди. Опять эта баба с трясущими сыругами. Господи. Так, чейндж-класс. Команда. Ну, команда по мне более. Давай вот этого трэпера, короче, выберем. А чё у него? Два пистолета. Не, нафиг. Да, ну нафиг. Не. О, вот эта тема. Базука. Хорошая вещь. Да, это базука, гранатомёт, наверное, какой-нибудь. Ручной. Я хочу динусов потом ещё посмотреть. Ну, ладно, давай ты с своими двумя револьверами. Однозначно, ты, наверное, такой крутой чувак-ковбой. Где-то откуда-то с Техаса выполз. Ну-ка, давай. 16 секунд. Waiting for the next round. Давай, окей. Давай. Подожди, подожди. Я не помню, с какого... А, вон с того контейнера они сейчас появятся. Смотри, я сейчас туда, бля, бахну сразу, короче. Смотри, сейчас только они выползут, я прям туда сразу долбану. Ну. Сука, они сейчас в соседнем контейнере выползут. Давай. А, не, нихера. Они, короче, вон они бегут. Вон, 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 вон. Ага. Нормально. Наваливаем. Давай, Валера. Давай. Давай, давай. Хорош. Куда все остальные нелись? Хе-хе-хе. Давай, 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 давай. Хорош. А тут, короче, без разницы, походу, из какого ствола ты стреляешь в голову, да, Вилцераптору. И она с одного выстрела все равно отваливается. Че, обосрался, что ли? Хе-хе. Умное создание. Да нет. Да нет, туповатая. Конечно, туповатая. Блин, надо перезаряжаться. Давай, красава. До свидания. Блин, а меня уже прикалывает эта херня. Не, ну, когда ты играешь, конечно, с ксеноморфами в чужом, это прикольнее намного. А где карнотавр? До этого выбегал карнотавр. Чувак, я тебя сейчас так поджарю, ты просто охереешь. Вот реально. И... Так это че, это не гранатомет, что ли? Это какая-то херня, стреляющая снотворным. До свидос. Ну, я-то думал, я-то думал, я сейчас пошумлю. А нет, ни хрена. Ну, так неинтересно, нереально. Так, ладно, ка... Ой, ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё, нет. Не надо меня выкидывать на меню ввода. Каких-то читаков. Так, да, мы выходим. Короче, сейчас посмотрим, что за динозавров можно соло. Соло. Так, мы играем за динозавров. Фрирум. Да я даже не знаю, какую карту выбрать. Ну, давайте вот эту базу, что ли. Стартгейм, да? Так. Тут просто, насколько я знаю, вроде сумасшедшая просто прокачка динозавров. Спектратор, динозавров, хьюманы. Это что? Это что? Я что-то подожди. Чу за тим. Хьюман. Конечно, динозавры. Тут вроде сумасшедшая прокачка всех динозавров. Это вообще капец. Так, покрутить можно? Посмотреть? Нет. Праймри атака. Это их способности, я так понимаю. Ух ты ж. Ётить, мадрить. Трекс. Это... Да, это тираннозавр однозначно. Спинозавр. Знаете, что напоминает? Модельку типа ажгенома... Этих, как его... Гиперов. Гиперов, да. Так, это у нас Акрич. Это реально Акрич? Зухамим. Новораптор. Понятно. Овераптор. Тиранодон. Тупандатитус. Дилофазавр. Крилофазавр. Корнотавр. Старая модель Сыслы. Цера. И пахицефалозавр. Небольшой букет, конечно. Небольшой букет. Я бы хотел чуть побольше. Ну, давай, я не знаю. Давай. Давай выберем Вот этого малыша. Рэдди. А, совсем забыл показать там, где была менюшечка прокачки. Блин, ни хера себе. Вот это машина убийства. Ну, как будто Том... Как будто Том, я не знаю, сто весит. Такие просто шаги сумасшедшие. Коллизия есть. Так. Ну, давай представим. Типа, чувачок такой бежит. И его такой... Шик. Хуц. И нету. И сожрал. А есть какие-нибудь крики? Что-нибудь в этом роде? Контрол. Контрол, что у нас? Что он делает? Это нюхает, наверное, следы, возможно. Да, если бы здесь бегали люди, мы могли нюхать и видеть следы чьи-то. Ну да, скорее всего. Нет, конечно, игрушка выглядит красивой, но народу здесь нет. Умерла. Почему? Так. О, даже можем бить хвостом. Слушай, а мы можем что-нибудь здесь снести, сломать вот эти какие-то непонятные заграждения, машины, автомобиля? Не, походу, нет ничего, нельзя. Смотрите, как он бегает боком, да? Интересно сделала механика и анимация. Ну, я, наверное, пока закончу, я думаю. Наверное, вот на этом пока, наверное, все, да. Конечно, задумка интересная, насколько я могу видеть. И если бы здесь был бы онлайн, еще бы можно было бы как-то поиграть. Но отчасти я что-то как-то не понимаю, почему его здесь нету. Видимо, кто-то просто наплевал на этот проект, забил и... Ну, смотрите сами. Если вы хотите играть в нее, то здесь однозначно нужно играть только с кем-то. Только с кем-то набирать свою команду, присоединяться и... Только так играть. В том же Alien vs Predator люди до сих пор есть, а здесь никого. Я не знаю, почему этот проект полностью дохлый. Выглядит вроде бы все так красиво, визуально даже. Я не знаю, почему так. В общем, палец вверх, подписка на канал. До новых встреч, да.